добрый день дорогие друзья приветствую всех на канале smart from china с вами я александр сегодня приехал ко мне смартфон который я заказывал три раза вот не вру честно это таком том как это 20 давайте смотреть особенность этого смартфона в том что это относительно доступная защищенная модель вроде как неплохой начинкой 4g 2 гигабайта оперативной памяти 16 накопитель вот такая вот симпатичная коробочка черная так информацию нас есть да конечно есть смотрим и так 67 37 чипсет android 6 0 дисплей hd обещают нам технологию g плюс ff это один из вариантов огс full ламинаешь он по моему с не ошибаюсь камеры 13 5 мегапикселей 2 на 16 память 3 500 батарея так смотрим что у нас есть коробочки сам смартфон для начала комплектацию ох как много винтиков и заглушек смотрите винтики заглушки очень интересно так отверточка кабель микро юсб увеличенный обратите внимание потому как обычный кабель туда как бы не дотянется блок питания насколько 1000 миллиампер всего на все довольно странно при такой большой батарей такой блок питания ну да ладно так пленка на экран запасная одна очевидно наклеена на экране и это 20 юзер гайд где-то должен быть русский язык одна страничка вот он есть русский язык информация по технике безопасности упала и пусть все собственно все в коробке больше ничего нету ну и смотрим сам аппарат ух ты какой крепыш так снимем пленочку и посмотрим его со всех сторон до пленка наклеены на экране 1 так смотрите что у нас здесь достаточно легкий для такой большой батареи вызывает сомнения конечно у меня сразу поэтому задняя сторона у нас под карбон сделано что мы видим здесь сканер отпечатка пальцев камера с однотонной вспышкой куча совершенно винтов незамеченных кстати и поэтому там и заглушки и винты лежат в комплекте вставки металлические вот эти раз-два сверху и снизу это пластик но он такой нет прорезиненный вот это пластик а вот эти вставки резина обратите внимание так здесь у нас снизу снизу должен быть под заглушкой зарядка видно вам или нет сейчас секундочку резко попробую навести вот до гнездо зарядки снизу мощный очень заглушка так сверху наверное три с половиной миллиметровый джек открывается вот с этой стороны сверху до исправимый джек для включения наушников правая сторона кнопка включения давайте включим кстати качелька громкости что-то разряженный что дать что-то не включается на разряженный пластиковые кнопочки включения качелька громкости на правой грани чего нет то остальное уже показал крышку заднюю сейчас снимем крышку заднюю снимаем и под ней есть силиконовая прокладка ну если не 68 api то 67 я думаю тут есть батарейка батарейка несъемная ее видно емкостью заряжена три с половиной тысячи миллиметровых часов так две симки и карта памяти скорее отпечатки я уже сказал интересная компоновка давайте закроем сейчас я перервусь чуть-чуть его заряжу и продолжим и так друзья лоханулся я конкретно и вас вел заблуждение во первых батареи съемная раз вот она и во вторых контакты батареи были заклеены поэтому смартфон и не включался сейчас мы поставим ключем пошла загрузка до фронтальная часть не сказала вам разговорный динамик микрофон вот здесь находится снизу кнопочки меню домой назад без подсветки экран 47 дюйма с разрешением hd 1280 на 720 фронтальная камера 9 уведомлений датчики освещения приближения все по фэншую все есть до дизайн прикольно вот здесь такие вот резиновые прорезиненные точнее тоже вставки присутствуют по краям то есть типа бампер сразу уже на смартфоне есть обвес если падает то вот об них будет упираться и так аппарат включился это замечательно экран у нас разрешением hd как я уже сказал огс ips но качество его такой скажем средняя до восторгов он не вызывает никаких поскольку ну яркость максимальная тоже не запредельная но за эти деньги в принципе большего желать и не надо на вот так вот 30 процентов для обычного использования вполне нормально так давайте посмотрим я уже поставил antutu так марк хом том модель hd 20 6 android 64 бит процесса 67 37 720 мали mp1 кстати одноядерный как и в любом аппарате на 67 37 поскольку этот сок как-нибудь я вам расскажу в истории смартфона строения он наоборот упрощенный по отношению к 67 35 а не усиленный как нам было все время рекламировали 13 мегапиксельная камера и и качестве чуть позже 2 габайт оперативной 16 накопителя доступно пользователю 11 подробнее процессор это полноценная версия 1.3 гигагерца до 13 1248 тест мульти тач показывает пять касаний неплохо еще раз камеры 13 и 5 nfc нету вай-фай однодиапазонные датчики освещения приближения и акселерометра больше собственно ничего нету общий балл 29 877 что вполне стандартно для данной платформы расшифровки результаты вот такие по 3d и общие результаты ну вполне ожидаемо давайте глянем настройки вай-фай как я уже сказал диапазонный загрузка в режиме turbo известном режиме присутствует ход нот понятно в экране есть мира vision это очень хорошо так есть у нас адаптивная регулировка поскольку датчик присутствует тоже хорошо а вот беспроводной передачи видео данных я не вижу ну что же нету нету это уведомление да как я уже сказал присутствует индикатор событий внутренний накопитель общий 16 542 уже использована под прошивку и приложение оперативной памяти 2 гигабайта свободно один на один так место положение безопасность аккаунты как всегда у нас имеются различные smart жесты дабл тап тоже наверное работает да дабл тап есть жестов куча целая но и сканер отпечатка тоже я думаю работает в полном обзоре мы это посмотрим но и в общем то больше настройках ничего особо интересного то и нету забыли мы послушать звук звук кстати неплохой звук неплохой динамик не фантастический вот так вот он выполнен здесь не блещет супер качество но слышно хорошо слышно хорошо и это главное ну и камера друзья камера конечно это да одна из несомненно печали к этого телефона я тут тоже походу чуть-чуть посмотрел ну в общем не знаю вот это вот со вспышкой вообще что происходит не понимаю не до фокус конкретный два раза пробовал два раза при вспышке него же сфокусироваться камера без вспышки но более менее приемлемо но как-то все какое все зеленое караул вот эта комната моя она у меня вообще желтая тут она зеленая как бы не знаю но вот видео смотрим слушаем ну в общем видео пишет неплохо единственное что до 720p не больше ну как бы ограничение чипс это в общем к камере конечно серьезно к этой относиться нельзя поскольку делает она фотографии довольно таки посредственного качества остальное вроде все работает беспроводного обновления пока не обнаружено ну подробности в полном обзоре а на сегодня наверное это все закроем крышку нашему могучему герою кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал оставляйте комментарии ну и до новых встреч пока